В рот лезет, как будто это мой друг Дэнни. Док ты ли, что ли? Типа как Баткин Надежда. Слушайте, а что произошло-то? Я вот это, услышал, что, вот вы говорите, погиб этот... Будущий шериф, Геральт... Как? Кто? Ну там, говорят, они что-то начали этот... Зарвали, короче... Шерифский участок, там, хотели выпустить из тюрьмы какого-то мужика. Вот. И там потом шерифы и стробари хотели им помешать, и они застрелили помощнику шерифа. Потом они где-то скрывались, потом их нашли наши шерифы и те шерифы. И привезли в стробари, короче, и хотели их казнить. А потом там какие-то другие дядьки напали еще на них, и была перестрелка. Но, как я понял, там Фай, потом брат его, как он, Фор. Фор. Да, потом Геральт и новый шериф, который этот, Джеймс Хикок или Джеймс Батлер. Хер его знает, он каждому по-новому представляется. Вот, их убили, короче, говорят. Какой кошмар. Надеюсь, не из-за того, что я сказал, что они показывали пипирку Шарлотте. О, не знаю. Кабачок еще совсем охренел, какую-то ерунду про нас наговорил, типа, говорят, перед смертью. Что мы там помогли убить какого-то этого, а, этого, дядьку Эндрю, а так мы на него работали, блин. А вы помогли ему убить дядьку Эндрю? Да нет, вот именно что нет. Мы наоборот на него работали, он нам за последнюю работу не заплатил, а говорят, что он умер, блин. Ничего себе. А дядька Эндрю, это кто вообще такой был-то? Да это и Стробари, там, мужичок такой, он ученый или кто-то такой, хрен его знает. А, не, не встречал, не встречал. А вы знаете, ой, вы знаете, какая у меня, в принципе, мысль-то была всегда? Какая? Перестать работать на кого-то и самому уже реализовывать лошадей. Ну, это тяжелее, слушай. Это точно нужны эти, ну, команда, сообщники и так далее. Ну, вот да. Да, ну, если это вам будет, конечно, это интересно, то можно было бы подумать над этим. Так, наверное, направо-направо. Я самогон когда-нибудь варил, дядька Фин? Вы мне предлагали тут заняться этим. Но ты не умеешь, да, этого делать? Да я что угодно могу. Ну, нет, не умею, конечно, но если мне заплатят деньги, я постараюсь научиться и либо уехать с деньгами. Понятно. А что, у вас есть варианты самогона? Да там не то, чтобы варианты. А чего? Кабачок у нас просто оборудование какое-то оставил перед всем вот этим. Серьезно? Ну, да. Слушайте, у меня есть человек, который знает, как это все делается. Если у вас есть оборудование, у меня есть человек. У нас есть оборудование, там морковка, яблоки и так далее, чтобы понимать. А бочки у вас есть? Бочки тоже есть. Серьезнее, по-моему. Миш привозили вчера. Не хватает, знаешь, только чего у этих баны, куда все это варить. Они на кого-то работали или сами они решали это сделать? Просто я это... Мне тут один человечек предлагал пару дней назад заняться самогоноварением, и мы почти что выкрыли бочки, но там меня подстрелили и волки чуть не сожрали. Но это же не этот был, не фай. Не, не фай, не, нет. Не, у нас вроде бы все есть, да? Только не хватает это, ну, бутылочек, куда это все разливать, а так все есть. Да, да, так есть. Бутылочек, куда разливать, надо подумать, где это можно доставить. Я думаю, в Сан-Дени. Да, ну да. Просто нам нужен человек, который умеет варить. Ну, вот ты... Мне кажется, вот когда привозят у нас алкоголь там и прочее, вот Валентайн, они же по-любому в чем-то привозят. Сливают воду, а потом обратно пустые эти банки. Я вез, когда Валентайн и Бурбон, они были... Бурбон был в бочках. А, в бочках. Угу. Ну, надо бы узнать, в чем они еще привозят. Может, какой-нибудь там другой алкашку привозят, в чем-то другом. И, может быть, забрать у них пустые. Может быть, но мне кажется, они их это не выбрасывают. Они их повторно используют. Ну, да, да. Но мне кажется, знаешь, вот они приезжают в бочках, сюда разливают, и бочки увозят обратно. А, я понял. Ага. Может быть, вот как раз на обратном пути и забрать. Так ты Бурбон-то пьешь до сих пор или не пьешь, Джимми? Ну, так иногда бывает. Я много не пью в последнее время это. Времени нет, вот самое главное. Серьезно? Ну, да, там дела, тут дела, везде это. Что-то надо делать. Ты Бурбон так не оскорбляешь, что времени у тебя нет. Если есть Бурбон, значит, время найдется. Выжрались, понятно? Ну, так-то да. Как проснемся в городе, встретиться, ну и поехать там на дело. Да, да, согласен. Ты бы это тоже подготовился маленько, хоть маску бы какую-нибудь там нашел, или платок, не знаю. Да вот это, знаешь, я не привык. Мне маска, она в рот лезет, как будто это мой друг Дэнни. Твой друг Дэнни лез тебе в рот. Долгая история. Понял. Генри не видели давно. Третьего вашего, 104-го смысле? Ну, уже третьего. Третьего, да, уже. Погодите, это не он пырнул, докай? Ну, пырнул маленько, было дело. Но он не специально, он сильно разозлился. Ну, я понимаю. Если бы мой друг от маленьких дробинок помер, когда до врача не было, я бы тоже залился. Но не пырнул, потому что я, как говорю, уже старые статулы, трусливые собаки. Там шериф сказал, что можно будет договориться. Какой же листарый ли, который уезжает? Да старый уже, да. Да хочу новый какой-то будет, что ли. Но они все сказали, что типа, если он сам придет и поговорит, и там, не знаю, денег заплатит, чтобы тот, ну, не обижался на него, то все хорошо будет. Ага. Не, ну, так, а, то есть жив остался. Мне сказали просто, что док помер. Не, 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 выжил, выжил. О, мне дед проиграл 5 баксов теперь, ха. Мы просто вчера ставили с одним дедом, что док выживет, док или не выживет. Просто так, ну, чисто ради смеха. А он раз и помер почти, что. Вот такая вот жизнь. Так, это погоди, Финн. А? Ё-моё, где Поли? Его сожрали. Убили. Где? А Генри, по-моему. О, ё-моё. Здорово, Генри. Ну, договоримся, короче, что бы это. Здорово. Да мы там были, блин. Я пересекся с этим, с мексиканцем и братом, с хидерсом, блин, кто там, тук. С теми, которые стрелять по этим, по шрифам начали. Да они не стреляли, блин. Слышь, Генри, это случайно не жирный такой мужик. Да, толстый такой, блин. Блядь, так вот он взорвал-то, оказывается. Да, я слышал, какой-то жирный. Да, я же какой-то толстый мужик, да, взорвал этот шрифский участок в Валентайне. Короче, всех тут перехерачили, блядь. Геральта, блядь. Всех, нахуй. А этот, слушай, жив, вот этот тук. Ну, он-то живой был, блядь. Его мексиканец привез в город и все. Блядь. А как что с мексиканцами-то, они от тебя-то что хотели? Да при чем здесь, какие мексиканцы, я не знаю. Что они хотели? Мел ты, Гришки, повстретился там с какими-то мексиканцами. Мексиканец, который, блядь, с этим, с кабачком пустил, блядь. А этот лук, который? Да хрен его знает. Шляпки такой невысокий, да? Да, да. Понял. Вроде бы и ву, и ву. Мы поехали за повозкой, которая трупа везла. Извозчиком нахер оттуда убрали. Забрали повозку с телами, пошли похоронили. Слушай, этот. За что их убили? Ну, как нам сказали, что они, короче, взорвали, пытались это. Ну, они взорвали участок в этом, в Строу Боле. Хотели кого-то освободить, я так понял, из этого. Из тюляшки. И пристрелили еще помощницу шерифа. Все, что это, да? Ну, видимо, так. А этот что, Джеймс? Джеймс, видимо, говорят, им помогал. Да, он с ними был. Смотришь, Генри, тебя из горды, кстати, ищут. Но сказали, что все будет нормально, если мы договоримся. Да, короче, это. Нас нашел... Этоп. Финн, можешь ищечь вперед проехаться и подождать нас? Да, 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 да. Если что, я Валентайне. Даллас. Что они там с тобой поговорили? Поговорили там? Да, мне нужно найти их лошадь, которая пропала. Лошадь, а что с ней? Ну вот у этого мужика... Как, кстати, его зовут с бородой, который... В красной куртке? Да. Клея его зовут. Клей, да, вот... Так получилось, что я знаю, куда она могла деться, но вот мне нужно больше времени, он мне дал время до завтра. Добрый вечер. Добрый. Ты как думаешь, я смогу договориться с ним до завтрашнего вечера? Ну, если ты будешь в городе и встречаешь его сразу, как говорится, утря как он встанет, думаю, сможешь. Хорошо, а вопрос, а если мне не получится достать его лошадь, но если я куплю ему, достану ему лошадь, которая дороже его был и бывшей, это будет нормально? Ну, это уже как с ним со мной говоришься, ну, вроде я слышал, что там он или новый шериф, сказали, что если не достанет, то сможет отработать или что-то такое. А, понял. Хорошо, а кто у нас теперь новый шериф-то? Пока что, да? Пока что, Джефф, но судя по голосованию у нас, видимо, кто первый объявится теперь. А кто у нас там из этих? Я так и не понял. Винченцо или Эйс. Винченцо или Эйс. Ни того, ни другого, но про Винченцо мне Шарлотт рассказывал, вроде неплохой. Да, Эйсов вообще редко встретишь в городе. Ага, понятно. Теперь непонятно, кто лучше, редкий шериф или малоизвестный шериф, который понравился Шарлотте. Они еще здесь, что ли, да? Да. Шарлотт и... Нет, они уехали. Уехали, да, уже? Да. Понял. Ну ладно, хорошо, спасибо, спасибо. Ну ты, главное, это завтра просто надеи и сразу скажешь, что вот, типа, если там сложно, типа, дайте еще немного времени, а там, если не получится, то договоришься, думаю, все хорошо будет. Хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Давай, удачи тебе. Да, спасибо, взаимно. Обязательно. Да, раз собрались, надо найти. А видел это, кого-нибудь из там, шерифа, помощника и так далее? Нет, видел Далласа, он сказал, что шерифом будет либо Винченцо, либо Эйс какой-то. Ага. А старый шериф у нас уже уехал. А, он уже уехал? Угу. 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 Как это значит, что уехала и Шарлотта, наконец-то, блин. Да. Кто уехал? Шарлотта. И шериф. Да. Сука. Слушай, а что случилось? Дядь Кофин, а как зовут этого твоего варщика, не знаешь? Мммм, дед. Куда он уехал? Дед. Ммм. Дед. Куда уехал? Не знаю, я так и не понял, куда они поехали. Пойдем, аж у Далласа узнаем. Ну, пойдем. 8-2. Он уже за Луна. Дядь Кофин, тогда завтра это, ну, на рассвете надо будет. Ну, да. Хорошо. Давай, будь в городе, да. Да, давайте. Давай завтра. Док, ты ли, что ли? Да. Ё-моё, живой. Как ты? Херлова. Можете бурбот дать? Я спасил финостарк наше себя. Ты оставлю. Я понимаю, но не надо. Черт. Видел, док жив. Выжил, оказывается. О, это отлично. Черт. Че у тебя? Я к лагере своему не могу пробраться, там волки, похоже, завелись. Волки завелись? Да, уже второй день, не могу нормально поспать. Ну, заведи другой лагерь, че поделать-то? Так у меня там все вещи. Теперь это их вещи. Черт. Я даже вот с Валентайна выезжаю, на эту дорогу не могу нормально заехать. Черт, они на самом Валентайна за мной гнались. Не поможешь мне? Знаешь, меньше, что я хочу, чтобы меня сажали волки, но пошли, я помогу тебе. Тебе бутылка бурбона. Ой, разумеется. Пацаны, здорово, мужики. Здорово, дядь Кофин. Я там сейчас пойду, пойдемте волков, прижимем. Это, дядь Кофин. И вернем. А где, где они? Вон, поехали за Лу. У него там это, его вещи, волки отобрали. Ай, черт. Пошли. Так, если они сажут, ты видоват будешь. Кофин, там реально в волке, или ты просто нас отвезти хотел? Ну, вообще, реально волки. Мне Лу подъехал, сказал, за бутылку бурбона, пойдем пристрелим волков. Ну, я думаю, что пойди, там просто переговорить надо. Или Генри. Можешь пока помочь, а я пока за тебя договорюсь. Че, чем помочь? Пристрелить волков. Да, это... По пути к моему лагерю, волки уж дорогие мне не дают покоя. Блин, ну... В принципе, можно, но, блин, патроны на винтовку не казан. Короче, Генри, в поле, помогите пока, я пока с доктором постараюсь договориться. Давайте, он, кстати, жив, да, доктор. Почему нет? Я хотя бы просто патроны отбить потом, как бы, сам понимаешь, там по полбакса за пульку, блядь, уходят. Да, ладно. Посмотрю, что мы взяли. Кратко объясните, че, куда мы едем, я просто ухожу. А волков похерачить, там, блядь, перед лагерем каким-то. Ага. Не вопрос. Я предложил Лу сменить свой лагерь, но он, видите, отказывается. Видите, важны ему вещи его. Да е-мое. Ах ты, пес. Ай, е-мое. Ой, е-мое. Жопаю дарился. Да. Так, ладно. Одного, одного волка Генри получается, чтобы, ну... Да, давай им всем, всем отдадим. Э-э-э-э-э-э-эх. Да, ты бьешь лошадь. Забирайте волков, так сказать, что есть вознаграждение. Там мяснику можешь продадить, я не знаю, там... Это все волки. Ты знаешь, что нам волки-то нужны? Продадим, можешь? Вот как раз за патроны. Нет, слушай, за патроны как бы стоят. Возьми, Генри. А вот, кстати, сейчас. У меня вроде бы в сумке там затесалось бурбон, что ли. Ой, как ты подготовился хорошо. Джин, ну, пойдет, конечно. Лучше бурбон. Вот, держи. Ага. Благодарствую. Тихо было больше, надеюсь, они там этого... А где твой лагерь-то, провериваю? Да там дальше. Там точно нет волков, волков? Я надеюсь, пошли к лагерю сейчас. Вы второго брать будете ли как-то? Не, я говорю, он... Его защитили вообще конкретно. А, да. Давай сейчас проедем, проверим лагеря и все. Ладно, пошли. И вот там немного волки поднатаскали, так что... Где-то вот... Ну, дальше нужно, дальше дальше. Блин, волки, походу, ткань куда-то унесли. Надо будет в округе поискать. Зачем вам ткань-то? Да, в палатке. Мадуешь, палки валяются. Ну, вижу. А зачем ткань-то унесли? Да я не знаю, может быть, этого... Еду там... У меня еда в палатке была. А-а. Может, мы здесь не унесли. Начуешь-то? Начуешь-то. Как тебя раньше не сажали волки, не пойму. Да, раньше их не было. Что, все, что ли? Все, да. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Я тут пока что побуду и... Давай, давай. Жду, Поли, вы готовы это? Да. Думаю, сейчас там как раз этот... Дример сберется с доктором. И можно будет, я думаю, выдвигаться. Отлично, отлично. Теперь у нас будет на один человек больше, так что больше шансов. Это хорошо. Что, есть какой-то план? Ну, знаешь, хотелось бы без жертв. Не, ну, план хороший, мне нравится. Давай его придерживаться. Да. Только надо... А, хотя, думаю, может, тебе маску предложить, чтобы так не работать. Ну, да, я вот смотрел сегодня маски, но они какие-то, знаешь, все это... Как будто я в этом... На детском празднике. Да, я понял. Я нашел там хорошую тряпку такую. А, кстати, с глазами, что ли? Ну, да. Да, вот такими предлагали тоже. Я так полностью не понравился, да? Да, борода моя не справляется с ней. Да, это беда. Кстати, это... Это... Я бурбон выжил, мне разборчиво вообще говорю, чтобы это не мешать мне бурбон мой. Да вроде не, нормально. Неплохо. Ну, ты, в принципе, это, да, как сказать. Вчера, так, по-моему, ты тоже пьяненький был, да? Это, ну, вчера совсем был, да. Ну, знаешь, сегодня ты чуть-чуть протрезвел, но приблизительно тавич, так скажем. Да ё-моё, ну да. Не, ну вообще нормально, слушай, нормально. Окей, окей, хорошо. Постараюсь больше не пить до нашего дела, только если после. Ну да, надо будет это дело отменить, я уверен. Я прям уверен в нашем успехе сегодня. Да. Надо понять только где искать теперь эту лошадь вонючую. Наверное, ванхорне, да? Опять. Ну да, скорее всего, ванхорне, если не переправили никуда её. Ну да. Задело. Может, я просто кто-нибудь брал там, ну, так сказать, попробовать, что если это конь представляет, мы, ну, мы как раз пришли, а его там и не было. Ну, а может, темно было, я же это, ещё пьяный был, я это. Надо, надо сегодня, да, ещё раз смотаться, посмотреть. Можешь кого-нибудь допросить, кстати. Ну, ой, ой, смотришь, отличная идея. Где, где Генри Поль? Вроде, в ладоши мог прискакать. Ну, прошу прощения. Эй, пока что не продавал сигареты. Две пачки уже толкнул. О, неплохо. Оля, пока можешь доктору рассказать, как оно вообще было, почему Тимми-то умер тогда. А, ладно. Это, ты не хочешь купить пачку сигарет у нас? Давай куплю, сколько стоит? Давай, давай за полтора доллара тебе продам. Хорошо, давай спешимся, я возьму, сейчас найду у себя. Как Надежда что-то выдаст, так хоть, стой, хоть падай. Эээ, как он тебя созвать её? Надежда. Ничего себе. Ну, типа, знаешь, как у старух всяких. Ну, типа, как Бабкин Надежда. А, это был последний Надежда. О, держи. О, держи два бакса. О, два, нифига ты. Ну. Я думал тебе, как нашему другу, там, подешево. Обычно мы, конечно, по два продаём, но думал тебе за полтора, но спасибо. Ну, а друзья должны поддерживать, так сказать, по полной стоимости. Так, пойду договорюсь с мужиком, чтобы он мне сегодня не резал, пока я не найду его лошадь. Да, давай. Здравствуйте, джентльмены. Да, да. Клей, можно пообщаться? Ну, давай, пообщаемся. Я хотел отсрочку. Дальше, что вечером попросите. Я, это, постараюсь сегодня найти, вчера и не получилось, ночь была. Ты точно уверен, что знаешь, где конь? Я вчера поговорил с одним человеком, который вроде видел их. Я точно найду сегодня. Если сегодня найдёшь, хорошо. Но только на сегодня больше времени я не дам. Хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok